Здравствуйте, в эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Лучший работник Смоленской АЭС по итогам 2020 года. Проект по развитию культуры открытости и доверия на АЭС. Соревнования по гиревому спорту на Смоленской АЭС. День работника культуры в Десногорске. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции Павел Лубенский сообщил о техническом состоянии Смоленской АЭС и о работе атомной станции концерна Росэнергоатом. В работе 32 энергоблока, 5 энергоблока в ремонте. Фактическая мощность 23 554 мегаватта. Выполняем план задания ФАС-концерном. На Смоленской АЭС в работе 3 энергоблока. Общая мощность составляет 3100 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 24 дня марта составляет свыше 1,9 миллиардов киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 4,9 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана 77 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 26 марта в торжественной обстановке награждены победители конкурса «Лучший работник Смоленской атомной станции» по итогам 2020 года. За профессионализм и высокие производственные достижения отмечен 41 сотрудник из 18 подразделений. От руководства Смоленской АЭС их чествовали исполняющий обязанности заместителя директора по управлению персоналом Владимир Исаев, заместитель директора по экономике и финансам Сергей Воронин, заместитель директора по общим вопросам Николай Шипилов и главный бухгалтер Светлана Горшкова. На атомной станции конкурс проводился впервые. Его цель – выявление работников, которые вносят большой вклад в общие достижения коллектива, выполняют профессиональные обязанности с высоким уровнем качества, активно участвуют в реализации проектов и предложений по улучшениям, следуют принципам культуры безопасности и ценностям «Росатома». «Задачи, которые стояли перед нашим коллективом, перед предприятием, в 2020 году выполнены. Госзаказ мы с вами выполнили. Поэтому цели, которые перед нами поставило государство, госкорпорации «Концерт», «Смоленская атомная станция», «Волгаря» с вами, коллективом нашим выполнили. Конкурс «Лучший работник» станет традиционным и будет ежегодно проходить на атомной станции. Очень приятно, что руководство видит наши заслуги, оценивает. И, конечно, есть желание идти дальше, узнавать что-то новое, стремиться к новым победам. По инициативе руководства концерна «Росэнергоатом» компания «Экопси Консалтинг» разработала проект по развитию культуры открытости и доверия на АЭС. В 2020 году проект успешно был отработан на Кольской АЭС и принято решение тиражировать проект на всех станциях концерна. В этом году площадками его реализации стали Курская, Ленинградская и Смоленская АЭС. Прямой разговор, одна команда, честный диалог. Уже совсем скоро эти новые инструменты развития культуры безопасности войдут в повседневную жизнь коллектива Смоленской АЭС. Обучение новым практикам уже прошли руководители и члены рабочей группы проекта развития культуры открытости и доверия в вопросах безопасности. 15-24 марта эксперты «Экопси Консалтинг» провели серию обучающих занятий и тренингов для руководства станции и рабочей группы проекта по внедрению инструментов повышения доверия и открытости в области культуры безопасности. Культура безопасности атомных станций находится на довольно высоком уровне, если сравнивать с другими промышленными предприятиями России. Но для того, чтобы развиваться дальше, для того, чтобы культура безопасности развивалась, необходимо применять новые инструменты, все больше вовлекая весь персонал, независимо от уровня должности, в решение вопросов безопасности. Открытость есть, принятие есть. Задача наша как консультантов теперь дать инструмент и сделать так, чтобы этот инструмент заработал. Все благодатная почва для того, чтобы этот проект на станции зажил своей жизнью и принес результаты, она есть. По окончании проекта мы соберемся с руководителями станции, с директором станции. И уже станция примет решение, как же в дальнейшем эти практики будут внедряться. Для реализации проекта на Смоленской АЭС сформирована рабочая группа под руководством начальника турбинного цеха Юрия Осипова. В ее состав вошли уполномоченные по культуре безопасности и охране труда, а также специалисты, стремящиеся внести личный вклад в развитие коммуникаций в вопросах безопасности. Все они прошли конкурсный отбор и собеседование для участия в проекте. На открытом первенстве Смоленской АЭС по гиревому спорту собрались сильнейшие спортсмены города и новички. 27 марта яркое весеннее солнце приветствовало спортсменов-гиревиков на территории яхт-клуба. Силовой и зрелищный вид спорта объединил всех атлетов, и результаты получились очень достойными. В своих весовых категориях золотые медали получили Смирнов Сергей, Раков Дмитрий, Павловский Эдуард, Каменьков Владислав и Сопранцева Светлана. Серебряные медали у Александра Настюхина, Навнычка Михаила, Сергея Прудникова, Мерзлякова Романа и Лианы Стальмахович. На третью ступени педестала за бронзовыми наградами сегодня поднялись Кацабов Максим, Зайцев Дмитрий, Филимоненков Денис, Швецов Денис и Матвеева Оксана. Организатор соревнований открытого первенства по гиревому спорту – первичная профсоюзная организация Смоленской АЭС. Торжественный вечер, посвященный Дню работника культуры, состоялся 24 марта в Центре культуры и молодежной политики Десногорска. С профессиональным праздником работников культуры поздравили депутат Государственной Думы Ольга Окунева, глава города Андрей Шубин, его заместитель, секретарь местного отделения «Единой России» Александр Новиков от имени руководства Смоленской АЭС, исполняющий обязанности заместителя директора атомной станции Владимир Исаев. В прошлом году было проведено более ста мероприятий. Хотел бы отметить, что в нашем городе также существует программа, которая называется «Десногорск. Территория культуры Русатома». И вы непосредственно принимаете в этом участие. Звучало много тёплых слов благодарности в адрес работников культуры за их профессионализм, сохранение и преумножение культурных традиций. Спасибо вам огромное за ваш труд, за вашу любовь к народному творчеству, к художественному слову, к тому, как вы замечательно выступаете перед своими земляками. Более чем 20 работникам культуры вручены благодарственные письма и почётные грамоты. Замечательным подарком к празднику стал спектакль Московского драматического театра имени Армена Джигарханяна «Кафе. Жизнь в розовом свете». На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова